Всем привет! Представляю вашему вниманию совместный отчет за октябрь месяц по проекту Моя зима. Зима уже близко и рукодельницы спешат готовиться к новогодним праздникам, создавая своими вышивками настроение и атмосферу. Тема проекта оказалась многим близка и у нас много участниц и многие девочки вышивают не одну работу. Итак, начнем! Начинает наш отчет Ирина Шипатько, которая присоединилась к нам в этом месяце. У Ирины есть свой канал на YouTube, я думаю не нужно представлять Ирину, все мы ее знаем. Ирина к нам присоединяется с наборчиком фирмы Dimensions, это оригинальный набор, размер работы будет 46 на 34 сантиметра, вышивается на аиде 16 каунта и вышивает Ирина по бумажной схеме. Вот так выглядела работа на начало месяца и спустя какое-то время у Ирины вышилась 1 четвертая часть работы, получается очень красиво, даже без бэкстича. Конечно, пишет Ирина, что вся красота еще впереди, но очень хорошее продвижение за месяц, поздравляем! А это заявка от Татьяны Петровой, которая тоже к нам присоединяется в этом месяце. Татьяна заявляет нам набор фирмы Мария Искусница, называется Зимняя улочка, размер работы 30 на 33 сантиметра, вышивается на аиде 14 каунта, это Цвайгард, ниточки здесь с финкой, также будет использоваться бисер. Пишет нам Татьяна, что любит все русское национальное, схема в наборе создана по рисунку Морозова и также пишет нам, что очень хорошо идет процесс, все нравится, прекрасный старт! Присоединяется к нам Ольга Лаптева с оригинальным набором фирмы Кастом Крафт, называется Зимний пер, номер 99357, вышивается на аиде 14 каунта, голубого цвета, ниточки ДМС, размер 35,6 на 27,9 сантиметров. И мы видим первые уже крестики, пишет нам Ольга, что вышивать нравится, вышивать интересный, набор пришелся по душе. За более подробной информацией заходите на канал к Ольге, у Ольги очень много процессов и много-много всего интересного. Встречайте новинку этого года фирмы Риолис, новогодние игрушки на пластиковой конве. Вышивает данную новинку Анастасия Телегина. Данные игрушки вышиваются шерстяными ниточками, а также присутствует металлик. Пишет нам Анастасия, что на двух детальках осталось выполнить только бэкстич, на одной бэкстич и металлик, и одна уже вырезана. То есть я понимаю, что в следующем отчете мы увидим уже полностью готовые все игрушки. Очень-очень интересно и ждем впечатлений. А вот и бисерный процесс, который заявляет Анна Коновалова, присоединяется к нам вот с такой интересной заготовкой, которая называется снегири. Используется здесь 21 цвет бисера. Это будет чешский бисер. И вот такие красивые снегири будут вышиваться. Шишки, елки, снег. Желаем удачи! Светлана Романова присоединяется к нам снегурочкой от фирмы Панна. Это подушка. По-моему, это новинка этого года. Очень интересный и красивый дизайн. И посмотрите, какие продвижения уже у Светланы. Отличная скорость! А вот и первый финиш нашего СП. Его нам представляет Кристина Внукова. Вышивала данную работу Кристина по авторской схеме Веры Дебриян. Называется дизайн Хоксмит. Вышивка ниточками СХС. Основа здесь моника бежевого цвета. Размер работы 22,5 на 19,9 см. Использовалось 25 цветов и чистых. И также есть и бленды. Вышивка здесь у нас крест, полукрест и бэкстич. Вот такая красота получилась. Поздравляем! прекрасный результат. Также Кристина очень активно вышивает носочек по дизайну фирмы Dimensions. Но Кристина это подбор. Вышивается на Аиде 16 каунта. Цвайгард голубого-серого цвета. Ниточками СХС, ДМС и Гамма. Размер работы 165 на 343 крестика. Используется 44 чистых цвета. бленды. И вот посмотрите, как хорошо продвинулась работа. Здесь, по-моему, даже чуть-чуть больше половины уже вышито. Прекрасный результат. Еще Кристина вышивает авторскую схему Серафимы Абрамовой. Это вот такая лошадка зимняя. Вышивается тоже на Аиде 16 каунта. Цвайгард. Здесь у нас размер работы 130 на 180 крестиков. Используется 18 чистых цветов, 17 блендов. Есть хорошее тоже продвижение. Но на этом Кристина не останавливается. Также продолжает с еще одной работой. Это Риолис Охотничий домик. Вышиваться будет он на пластиковой основе. Размер 15 на 15 сантиметра. Вышивается шерстяными ниточками. 15 цветов. Также есть мулине. Один цвет ленты. Два цвета. И есть бисер четыре вида. Вот такой вот интересный будет дизайн. Ну что ж, ждем продвижения. Ждем итогов. Желаем удачи. Настя Маркова уже справилась с поставленной задачей. И полностью вышила наборчик. Показывает нам готовый результат. Напомню, что это набор фирмы Чудесная игла. Здесь у нас размер работы 16 на 23 сантиметра. Использовалось 25 цветов. И также здесь Настя заменила основу, которая была вложена в набор Аиду, на белорусскую равномерку с нанесенными снежинками. Получилось очень красиво, очень атмосферно. Поздравляем! Еще один финиш нам представляет Наталья Иванова. Очень красивый атмосферный новогодний пинг-гип, который Наталья вышивала по схеме из группы ВКонтакте. Использовала здесь всего лишь 5 оттенков ниточек ДМС. Вышивался пинг-гип на равномерке 27 каунта. И вот что получилось. Прекрасная атмосферная вещь. Ирина Силаева, наша активная участница во всех СП, во всех сезонах, не заставила себя долго ждать. И, конечно же, выдала уже первые свои финиши. Во-первых, это вот такая милейшая новогодняя зайка, которая вышивалась по наборчику. Очень красиво и атмосферно получилось. И есть еще финиш и, конечно же, новый процесс. Ирина выполнила вот такую новогоднюю игрушку. Это частичная вышивка бисером, двухсторонний медвежонок, новогодняя игрушка. И продолжает Ирина свое участие с еще двумя наборчиками. Во-первых, это чудесная игла. Мечты избываются. И зимняя зайчишка. Два вот таких замечательных, тоже новогодних сюжета. Небольшие, но очень атмосферные. Светлана Кузнецова вышивает замечательный сапожок нашего производителя фирма Панна. Вот такой вот снеговик с зверюшками, медвежонок, зайчики. Этот набор уже укомплектован ниточками длиной 90 сантиметров. И посмотрите, какие хорошие продвижения у Светланы. Пишет Светлана, что все вышивается замечательно, все хорошо. Единственная проблема, что маловато времени. Но это классическая проблема. Желаем, чтобы время всегда находилось и чтобы продвигалась работа так же хорошо. Людмила Хараян вышивает вот такого замечательного, прекраснейшего лося от фирмы Панна. Это новинка прошлого года. Здесь используется 18 цветов, чешский писарь три цвета, а также есть шерсть для валяния, чтобы делать дымок вот у этих домиков. Посмотрите, как хорошо продвинулась работа. Пишет нам Людмила, что все вышивается замечательно, все нравится. И в ноябре планируют завершить эту работу и также оформить. Очень ждем, очень интересно. А это готовая работа от Елены Исаевой. Елена нам пишет. Девушки, всем доброго времени суток. Дедушка Мороз у меня спит, а вот по феечке есть продвижение. Некоторые люди говорят, что не осталось в мире волшебства и чудес. Они есть, просто они происходят не по волшебству. Люди сами их делают, например, для тех, кого любят. А вот сон Санты продвигается медленно, но хочется надеяться, что справлюсь. Елена, я за вас держу кулачки, мне очень нравится эта работа, поэтому я надеюсь, что вы обязательно справитесь. Напоминаю, что это дизайн фирмы Dimensions, называется Сон Санты. И вот то, что уже получилось у Елены на сегодня. Лера Серегина вышивает у нас оригинальный набор фирмы Лука Эс. Первый снег. Вышивается на идее 18 каунта. Размер работы будет 45 на 34 сантиметра. Вышивается ниточками Анкор. Используется 38 цветов. В крестиках 318 на 240. И пишет нам Лера, что уже готова 9,51%. Отшито 7265 крестиков за октябрь. Я думаю, что без помощника здесь не обошлось. Вот видите, девочки, как хорошо иметь кота в помощь. Какая сразу скорость. Ангелина Орлова вышивает оригинальный набор фирмы Dimensions. Размер работы будет 40 на 30 сантиметров. Вышивается на аиде 16 каунта. Пишет нам Ангелина, что вышивала немножко неба. Осталось заполнить в промежутке участков елки. Работа волшебна. Вышивать ее одно удовольствие. Для полного счастья не хватает снега за окном. Да, а может быть даже не хватает еще и кота, чтобы работа шла повыстрее. Очень красивый дизайн. Хорошо продвигается работа также и у Надежды Дубинский. Надежда вышивает оригинальный набор фирмы Dimensions. Заветное время номер 8569. Размер работы 40 на 30 сантиметров. Вышивается на аиде 16 каунта серо-голубого цвета. И вышивает Надя в подарок данный набор. Пишет, что в октябре процесс вышивался 9 дней. Успела вышить 14 процентов, что составляет 4213 крестиков. Работа вышивается интересно и легко. Очень хороший прогресс. За подробностями можете заходить к Надежде на канал. Надежда ведет свой канал на YouTube. Там очень много всего интересного. Марина Денисова вышивает оригинальный набор фирмы Oven. Новогодний Сенбернар. Размер работы 23 на 25 сантиметров. Вышивается на аиде 16 каунта. Используется 23 цвета ниточек. Пишет нам Марина, что продвижение за октябрь небольшие. Начало положено и будет стараться завершить этот процесс к Новому году. Обязательно ждем продвижений. Марина Лакиза в этом месяце тоже очень хорошо потрудилась. И вышила большой-большой участок. Не пишет на подробности, сколько здесь крестиков. Но видно, что вышито много. Это был оригинальный набор, начатый с нуля. Это у нас лети стич, если я не ошибаюсь. Да, лети стич. Называется ранний снегопад. Размер работы 38 на 28 сантиметров. Вышивается на аиде 16 каунта ниточками Анкор. Прекрасная цветовая гамма. Желаем быстрых продвижений. Екатерина Валуева очень потрудилась в этом месяце. И вышила целую-целую коллекцию красивых новогодних игрушек от Волшебной страны. Всего здесь 11 наборов. И представлено это было все одной заявкой. Вот такая новогодняя красота получилась, пишет Екатерина. Невозможно было оторвать себя от вышивки этих деревяшек. Вышивается все очень легко и быстро. А результат просто восторг. Мой пятилетний сын их обожает. Красота. Поздравляем. Вторая заявка от Екатерины Валуевой тоже уже на подходе. Практически финиш. Осталось здесь вышить одним цветом полукрест. Заполнить участки. Будет готовый результат. Но пока Екатерина держит немножко интригу. Хочет показать нам уже полностью постиранную и отглаженную работу. То я напомню, что Екатерина вышивала этот дизайн по сборке от клубка желаний. Называется дизайн веселья в сочельник. Это дизайн фирмы Dimensions. Используется здесь 38 цветов. Крест в две ниточки, в одну смешанный. Есть полукрест. Также есть полукрест в две и в три ниточки, в четыре и в пять нитей. В общем, очень такой яркий и разнообразный дизайн от фирмы Dimensions. Ждем, конечно же, результат. Очень хочется посмотреть на готовую работу. Елена Лубенец вышивает набор фирмы Panna. Вот такой вот замечательный сапожок. Это тоже новая комплектация. Здесь у нас ниточки по 90 сантиметров. Сапожок вышивает средненькому сынишке. Я так понимаю, сейчас у Елены много сапожков в работе. Спешит, чтобы деткам сделать подарок и, конечно же, хорошее настроение. Наталья Зенкина вышивает новогоднего лося от фирмы Panna. Вы видите, как работа выглядела на начало месяца. Ну и перед вами сейчас продвижение. То, что успела вышить Наталья. Пишет, что небольшие продвижения. Но и этим продвижением Наталья довольна. И, конечно же, у нас есть своя жизнь и забота. И хоть небольшой рост работы нас приближает, конечно же, к итогу, к завершенной работе. Красиво получается. Ждем в дальнейших продвижениях. Татьяна Бургитца вышивает интересный набор от производителя Basia Art. Это относительно новый производитель. Наборчик называется Снегир. Вышивает на Аиде 16-го каунта. Это Цвайгард. Ниточки здесь ДМС 19 цветов. Размер работы 10 на 15 сантиметров. Пишет нам Татьяна. Юлия, хочу поделиться своими продвижениями. Снегир продвинулся очень хорошо за месяц. Надеюсь, в ноябре его закончить. От работы у меня прекрасные впечатления. Схема проработана, на мой взгляд, очень хорошо. Можно вышить большой участок одной ниточкой. Всем участницам желаю вдохновения и побольше времени. Марина Шматкова вышивает Зимний сон от фирмы Мережка. Размер работы 29 на 29 сантиметров. Марина заменила основу на Мурана 32-го каунта. И пишет нам Марина. Ровно один месяц я вышивала этот сюжет. Начала 1 октября, как положено. Результату невероятно рада. Получается красочнее, чем на обложке. Начала я вышивать с правого нижнего угла, шары и вазочку. Сначала было очень легко. Крестики вышивали шустро. А потом я добралась до букета. И скорость моя замедлилась. На данный момент вышита ровно 1 треть часть работы. Сага говорит 43%. Это 10 670 крестиков. В том числе бэк и французские узелки. Бэк я вышиваю сразу. На букете его было очень много. Но я справилась. Сейчас уже очень красиво. Любуюсь этим букетом каждый раз, когда он попадается мне на глаза. Спасибо за красивые фотографии. Мы тоже с удовольствием полюбовались на отшив. Ну и конечно же желаем дальше так же вышивать. Представьте 10 670 крестиков за месяц. Супер результат. Марина Филиппова очень прониклась новогодним настроением и развела борную деятельность. Во-первых, вышивается набор фирмы Панна. Рождественская ночь. Размер работы 32 на 29 сантиметра. Вышивается на аиде 16 аккаунта. Цвета и Варин. Используется 36 цветов. Пишет нам Марина, что схема достаточно сложная. Честное слово, у Химеры схемы лучше проработаны. Но результат радует. С трудом переключилась на другие дизайны. Очень хочется поскорее увидеть результат. И мы видим, что за месяц вышит достаточно большой кусочек. Дизайн старенький. Нам будет очень интересно наблюдать за ростом этой картины. А это финиш у Марины. Почти финиш. Потому что здесь вышивка готова. Но изделие еще не собрано. Это дизайн фирмы Риолис. Размер дизайна 78 на 80 клеточек. Вышивался на 11 конве. Здесь фон зашит полностью под цвет дизайна. Размер подушки будет 40 на 40 сантиметров. Хотела Марина успеть собрать подушку. Уже полностью показать нам готовое изделие. Но машинка сломалась и ждет новую. Поэтому пока показывает нам полностью готовую вышивку и зашитый фон. Представляете, как много фона вышилось. И очень хорошо все смотрится. Интересно увидеть, как оформится подушка. Второй финиш от Марины Филипповой. Это оригинальный набор фирмы Dimensions Sherry Love. 50 на 90 крестиков. Используется 14 цветов. Заказ племянника. Пишет нам Марина. Родную белую Аиду 14-го аккаунта заменила на белую ленточную конву от фирмы Gama. Это дорожный процесс. Вышивая эту работу на ленточной конве, постоянно поругивала себя. Что не посадила конву перед началом вышивки на тонкий флизелин. Очень уж она рыхлая. После стирки конва подсела, но на флизелин все-таки посадила. Иначе в импелочек совсем не будет держать форму. Схема очень легкая, но внесла свои небольшие изменения. Не стала вышивать надпись. Снежинки вместо французских узелков вышила бисером. Кое-где крестики заменила на бисер. Не выкладываю в готовые работы и этот дизайн. Так как жду вторую неделю заказанной в мире вышивки зеленый фетр. Я думаю, что Марина уже получила свой заказ. И скоро работа оформится. Ну а также Марина продолжает вышивать эту серию в импелочках от фирмы Dimensions. С левой стороны мы видим фотографию. Это набор номер 8757. Называется Наслаждайся миром. 24 цвета. Используется один бленд. Пишет Марина. Планирую на елочку добавить бисер. Также будет дорожный процесс. Хочу к Новому году вышить этих веселых зверят. Мне почему-то кажется, что это мышата. Я думаю, там есть и мышата, есть и ежик, также собачка. Ну в общем, разные зверюшки. В любом случае, дизайн прекрасный. Создает зимнее настроение. Елена Канева присылает нам отчет по очень оригинальному дизайну. Это разработка Кати Немшиловой. Схема по старинной открытке. С Новым годом. Я думаю, все мы прекрасно помним эти старинные открытки, которые создавали нам настроение. И вот Елена вышивает такой дизайн. Вы видите, как продвинулась работа. Вышивает Елена на основе Линда 27 каунта желтого цвета. Ниточки в палитре Гамма. Елизавета Хлюстова вышивает Бель и Бо, крылатые качели. Размер дизайна 200 на 120 крестика. Вышивается на Аиде 18 каунта. Ниточки подбор СХС и Гамма 18 цветов. Елизавета сама покрасила основу. Получилось такое пасмурное небо, немножко рельефное. И пишет нам Елизавета. Идет немного сложнее, чем ожидала. Море, быка и одиночки в чистом поле замедляют работу. Закончила самый сложный угол. Дальше пойдет шустрее, но доставляет много удовольствия. Замечательный дизайн. Желаем удачи. Отчет Натальи Чермениновой. Пишет нам Наталья. Высылаю фото для отчета по СП «Моя зима». Набор от Риолис. Шерсть. 19 цветов. Начала вышивать от центра. Работа идет легко, приятно. В работе используется только крест и полукрест. Отшито пока немного, но уже видно домик и кусочек зимнего пейзажа. Красивые зимние оттенки, радует глаз. Напоминаю, что размер работы будет 38 на 26 сантиметров. И вышивается на еде 16 каунта. Используется 19 цветов ниточек. Это шерсть. И вот такие хорошие продвижения за месяц. Действительно, очень нежно получается и очень настроенчески. Александра Клобукова вышивает набор фирмы «Золотой руно» «Лесной страж». Вот так выглядела работа на начало месяца. И вот такие продвижения получились за месяц. Пишет нам Александра, что работа идет медленно, но постепенно растет, продвигается. И это главное. Понемножку, понемножку будет работа вышита. Елена Сметанина вышивает дизайн фирмы «Дименшенс» «Зимняя тишина», но в сборке от магазина «Клубок желаний». Пишет нам Елена. Вот и первый этап позади. Само вначале меня встретила мешанина из темно-зеленого цвета, черного и бленда из этих цветов. Но в итоге елка получилась с переходами. В фоне сразу пошли полукресты в пять нитей. До бэка руки пока не дошли. Вышивается интересно. Буду продолжать. Пойду дальше к домику. Очень красиво получается. И действительно за месяц шикарный результат. Вторая заявка от Елены Сметаниной. Елена вышивает схему от Натальи Луневой. Вышивает нам Урана ниточками гамма. И пишет нам Елена. Первая часть работы готова. Со схемами Натальи Луневой я уже знакома. Они необычные, всегда вышиваются с интересом. Прокладывая стежки в разных направлениях. А потом удивляться, как из них складываются кружевые картины. В этом дизайне впервые столкнулась с металликом от Гаммы. Пришлось понервничать, прежде чем поняла, как с ним с наименьшими трудностями прокладывать стежки. И хотя на фото их плохо видно, но пески переливаются серебром и золотом. Вот такой вот у нас отчет. Мы идем дальше. Илона канал Хвостатики представляет нам отчет по набору торговой марки Белоснежка. В набор входит Аида 14 каунта белого цвета, которую Илона заменила на 16 темно-синего. Используется Мулины 53 цвета. Размер готовой работы должен получиться примерно 52 на 34 сантиметра. И вышивает Илона этот дизайн по саге. Пишет нам Илона, что хотела вышить полностью елочку, но времени не хватило. И еще Илона добавила люрексовую ниточку в шарики, чтобы было больше блеска. Вот так красиво ярко смотрится на синей основе. Действительно очень выразительно. Можно заходить к Илоне на канал, чтобы посмотреть, как дальше продвигается работа. Инга Бартосевиченни вышивает поцелуй волков от фирмы Джойсанды. Размер работы 42 на 42 сантиметра, 200 на 200 крестиков. Работа начата с нуля на чистой основе 14 каунта. И вот такие вот первые продвижения, первые крестики пишет нам Инга, что пока продвижения небольшие, так как немножко непривычно вышивать на белой основе, больше Инга вышивает по нанесенной основе. Но ничего, есть уже первый старт, это все получится. Татьяна Фетисенко вышивает набор фирмы Риолис. Размер работы 38 на 26 сантиметров. Используется 17 цветов ниточек, шерсть. Канвас здесь 14 каунта. Очень красивый дизайн, такой новогодний. И очень атмосферный домик с включенным светом. Такие красивые моточки ниточек. И вот то, что получилось у Татьяны за один месяц, пишет нам Татьяна. Вышила первый лист из четырех. Работа несложная, вышивать одно удовольствие. Крестики в две нитки, шерстью немного толкаются. Но после стирки, надеюсь, все будет хорошо. Пока все нравится, буду продолжать. Отличная скорость, продолжайте Татьяна, ждем уже готовую работу. Аленушка Сережина вышивает дизайн собственного изготовления. Разработан по доиду 14 каунта, 160 на 79 крестиков, 19 цветов. Из них 8 блендов, мулене ДМС. Размер будет 30 на 14 сантиметров. И пишет нам Аленушка. Отчет номер один. Сделала этот процесс вышивкой выходного дня. Пришлось попыхтеть немного над шерстью в верхней части работы. Но шерсть она такая, с ней всегда не гладко. Очень хотелось добраться до глазок. Один уже есть, смотрит и радует. Сейчас у нас уже идет снег вовсю. Так что работа самая, что ни на есть, атмосферная. Даже маячок себе сделала в том, благодарю за мотивацию. А то все руки не доходили. Это всегда пожалуйста. Спасибо за участие. Татьяна Турова вышивает очень оригинальный дизайн. Это дизайн в принципе фирмы Dimensions. Но Татьяна попросила Иволгу, чтобы здесь была доработка. И это будет картина, прямоугольная картина. Поэтому с особым интересом жду всегда отчет Татьяны. Посмотреть как продвигается работа. Мы видим, что работа действительно очень хорошо подросла за этот месяц. И будем следить дальше за процессом. И перейдем к следующей работе Татьяны. Вторая работа Татьяны это Dimensions Sont Sante. 38 на 30 сантиметров. Вышивается на Аиде 18 каунта. Пишет Татьяна, что вышивает подбором. Но почти все нитки родные из остатков. Поэтому можно сказать, что практически все будет как в оригинале. Работа уже вышита. Здесь примерно 1,4 работы вышита. Очень красиво все получается. Я с огромным нетерпением жду продвижения. Алла Красноярская вышивает венок на деревянной основе от торговой марки Fruzzzi Lock. Размер в крестиках 99 на 99. Ниточки здесь ДМС 26 цветов. Вот такая небольшая работа. Но сколько много оттенков. И какие красивые сочные фотографии. Ну и конечно же супер прогресс. Екатерина Косенко вышивает набор фирмы Joy Sunday FA 026 на К2 с принтом. Размер работы 84 на 62 сантиметра. Большая работа. В работе 22 цвета Moulinee S.H.S. Пишет нам Екатерина, что вышивалась легко, но скучновато. Так как была зашивка одним цветом. Нашла перенабор для саги на этот сюжет. И там отмечаю прогресс. В октябре вышло 2799 крестиков. Ну то замечательно, что есть полные участки зашивки. Есть где отдохнуть. Потому что работа действительно большая. И нужно много терпения. Оксана Люфт пишет. Какое счастье успеваю с вами в последнюю минутку. Повышиваем в дружной компании. У меня самые зимние наборчики. Снег, елка, игрушки. Вот такая моя зима. Надеюсь все успеть. Все наборы новые. Пришла их очередь. Первая волшебная страна. Синяя елка. Вторая волшебная страна. Это красная волшебная сосулька. В игрушках по два цвета бисера. Хочу попробовать сделать двухсторонними. И вот то, что получилось. Основная сторона по набору. Вторая сторона с моим подбором. Все получилось. Хотя пришлось повозиться. Какие красивые фотографии. Так и хочется спешить уже наряжать елку. Наталья Тан вышивает оригинальный набор фирмы Custom Craft. Зимний пир. Размер 196 на 154 крестиков. И пишет нам Наталья, что вышла только половину листа в этом отчетном периоде. Пишет, что мало. Месяц выдался тяжелым. Но все-таки есть результат. Я вас прекрасно понимаю. Главное не останавливаться. Хотя бы по чуть-чуть вышивать. А время когда-нибудь найдется. И будет хороший прогресс. Анжелика Журавлева вышивает оригинальный набор фирмы Dimensions. Christmas Tradition 22,8 на 35,5 см. Вышивается на 14 каунта нежно-голубого цвета. И вот такие первые продвижения. Анжелика решила начать с ребятишек. И вот практически их силуэт готов. Галина Агейба очень серьезно готовится к Новому году. И у Галины много процессов. И они разнообразные. Как и в бисере, так и в ниточках. И начнем с оригинального наборчика фирмы Dimensions Gold коллекции. Это мини-серия. Вот такой вот Bells Ornaments. Размер данного наборчика будет 10 на 10 см. Вышивается на Аиде 18 каунта. Пишет нам Галина. По этой работе совсем небольшие продвижения. В октябре буквально пару ниточек вышло. Ну так, чтобы не ругались. Больше тянула в октябре на бисерные игрушки. Но откладывать уже не буду. К Новому году надо вышить и эти колокольчики. И четвертую игрушку компаньон. Чтобы оформить всю серию. Давайте посмотрим, какие успехи у Галины с игрушками. Галина пишет. Вышивались мишки в пару к шарикам с оленями. Их вышивала еще в сентябре. Очень люблю серийную вышивку. В запасах еще лежит набор с синичкой. И пока думаю о наборе с белочкой. А это уже новинка октября. Вышивка на пластиковой основе. Красивая новогодняя свеча. Вышита с обеих сторон. На канале показывала, как вышиваю игрушки от волшебной страны. Одновременно с двух сторон. Большинство игрушек волшебной страны именно так и вышиваю. Часто заменяю цвета бисера, чтобы игрушка была красивой с обеих сторон. В оригинале свеча красная. А синяя это уже мой подбор. Таких крупных бусин у меня в запасах не оказалось. Поэтому на моей стороне не крупные ягодки, а вот такие гроздья. А это еще одна новинка октября. Милый ангелочек. Также вышивка на пластиковой основе и опять с обеих сторон. Оригинальная сторона голубая. Но мне захотелось, чтобы у меня был не только ангелочек мальчик, но и девочка. Бисер подобрала на свое усмотрение из имеющихся запасов. Очень довольна своим подбором. Как вам такая идея? Заходите на канал Калини и смотрите все подробности. Татьяна Муратова вышивает подушечки саши. По дизайну из журнала вышиваю крестиком. Здесь у нас 6 сюжетов. Один был вышит в СП Мои любимые коты, два. Ну и вот теперь Татьяна продолжает. Пишет нам, что за октябрь отшилось два сюжетика. Сапожочек и рукавичка. Пишет, что вышивается легко. По ходу отшивы поняла, что ткань неравномерная. Это видно по солнцу и луне. Они не круглые. И хотела их подправить бэксичем, но не помогло. Ничего менять не буду. Пусть будет так, как есть. И нормально все смотрится. Ждем оформления. Вторая работа Татьяны Муратовой. Пишет нам Татьяна. Хочу вступить в СП с еще одним набором. Этот набор мне подарил человек, который ничего не понимает о вышивке. Картинка на обложке и схема внутри совершенно не совпадают. Схема настоящий прогон, даже не почищенный. Сплошные одиночки. Они встречаются в самых разных местах. До которых не сделаешь протяжку. Ужас. Но подарок есть подарок. Нужно вышить. Китайский набор. Зимний вид. Размер 14 на 20 сантиметров. 80 на 110 крестиков. Канва 14 каунта. Также используется 30 цветов в ниточек. Вышивается только полукрестом в 3 нити. Удачи мне. Татьяна, удачи, удачи вам. Все получится. Вышивайте потихоньку. Мы поддерживаем. Виктория Румянцева. Виктория Румянцева вышивает дизайн лавандер энд лейс. Называется рождественское дерево. 198 на 239 крестиков. Вышивается на линде 27 каунта. Мулине используется ДМС, бисер, тоха, металлизированная нить. И пишет нам Виктория, что вышивается очень легко. Даже не ожидала, что будет так легко вышиваться. И это видно по прогрессу. Работа начнята с нуля в октябре месяце. И здесь практически половина работы. Но если я так правильно понимаю. Конечно, не беря в расчет бисер и различные украшения. Но почти половина работы готова за месяц. Очень красиво получается. Просто восторг. И мой отчет. Я вышиваю, во-первых, оригинальный набор фирмы Custom Crafts в моем дворике. Размер работы 50 на 36 сантиметров. Используется 38 цветов. Вышивается на аиде 14 каунта. Работа такая большая. Вышила я в этом месяце один лист из 9. Ну и, конечно же, я не очень довольна своими результатами. Я хочу вышить побольше. Буду надеяться, что в ноябре месяце мне удастся это сделать. Но, тем не менее, старт положен. Работа, в принципе, вышивается нормально. Я не могу сказать, что есть какие-то сложности. Конечно, нужно выработать свою технику. Но я уже приловчилась и все вышивается хорошо. Основа приятная. Крестики ложатся очень хорошо. Ну, я думаю, что все пойдет. Пойдет хорошо. Второй дизайн, который я вышиваю, это дизайн фирмы Dimension Зимней Радости. Но в моем случае это сборка от магазина Клубок Желаний. Размер работы 41 на 25 сантиметра. Вышивается на аиде 18 каунта. В этом месяце совсем маленькие продвижения. Всего 500-600 крестиков я вышила. Что-то около того. Я недовольна результатами. И поэтому, конечно же, планирую в первую очередь в ноябре взяться за эту работу. Мне хочется полностью вышить лошадок, вышить эту повозку с людьми в ней. Сделать бэкстич, чтобы уже вам показать, ну и себя порадовать этой красотой. Сделать уже праздник, какое-то настроение. Буду стараться. Напоминаю, что по итогу наших двух совместных проектов состоится розыгрыш среди готовых работ. И первый приз нам предоставляет магазин Клубок Желаний. Это вот такой новогодний праздничный наборчик. Самый лучший подарок. Ёлка, много игрушек. Ну и, конечно же, самый-самый долгожданный подарок. Кому-то достанется вот такой набор. Желаю всем удачи. Второй подарок для нас подготовит Марина Шматкова. У Марины своя группа ВКонтакте. Марина изготавливает из натуральных камней не только оригинальные шармики, магнитики, иголочки. Все эти прекрасные аксессуары, которые нам создают настроение в вышивке. И Марина для нас подготовит специальный подарок, который нам огласит ближе к концу совместного проекта. Это все отчеты на сегодня. У нас очень хорошие результаты. Все работы вышиваются, продвигаются. Есть финиши, есть новые старты. В общем, много всего интересного. Спасибо всем за участие, за вашу активность. Я желаю вам, чтобы и ноябрь месяц также был хорошо, продуктивным. А может быть еще и лучше. Увидимся в новом отчете. До новых встреч. Всем пока-пока.